Всем привет! Привет! Я хочу рассказать, как я летом 2016 года купил лодку. Она обошлась мне 4 тысячи рублей. Здесь вы видите на экране, как я ее подготавливаю для спуска на воду. Да, я помню этот момент. Витя поставил GoPro на съемку ускоренную. Я не помню, как это называется? Таймлапс. И мы сделали вот такой таймлапс, когда он собирает лодку. Это очень прикольно выглядит. Да, мы обзавелись китайскими жилетами для спасения на воде и чувствовали себя более-менее уверенно. Первая наша поездка состоялась с числа 20 июля. Мы отправились от Вестгейта, это начало парка. А куда мы отправились, я не помню. Мы отправились вверх по реке. Вот здесь мы спустили на воду нашу лодку. Ты помнишь? А, да, это когда мы не могли, когда ты не мог ее спустить на воду, да? Это ты об этом моменте? Когда все пальцем показывали на нас? Или это было до? Или пальцем показывали после? Проблема была не в том, как спустить на воду. Проблема была в том, что я не мог продавить силу течения. И действительно на нас все очень бурно реагировали, особенно дети. Но в итоге у меня полочкой удалось, и мы двигались дальше. Маршрут был не больше где-то 900 метров, но мне кажется, что в общей сложности мы были, наверное, сколько, часа полтора-два? Ну, где-то два часа, но я не особо помню, что мы двигались по реке. Ну, скорее стояли на поддержку зрителям. На самом деле, после того, как мы покинули парк, там уже было точно все спокойно, и мы спокойно могли уже передвигаться. В свое удовольствие. Вот здесь видите, как я напрягаюсь. Совершенно не наигерно все естественно. Я ее фотографировала. Здесь мы уже немножко вышли из парка, вода спокойно стала, и даже я не мог отдохнуть. Но лодка такая маленькая, мне кажется, на двоих человек. Там же написано было, что это на двоих человек лодка, да? Да, лучше брать трехместную лодку. Но она маленькая на двоих человек, даже когда один такой небольшой человек. Здесь вы видели на карте маршрут нашей второй поездки. Он начался в Фордвиче. Фордвич – интересное место. Это в средние века был морской порт, и, в частности, туда подвозились камни для строительства Кентерберийского собора, между прочим. И это объясняется тем, что близость к морю такова, что очень сильно ощущаются приливы, отливы, и во время, например, прилива течение практически исчезает. В связи с чем я специально подгадывал момент, когда начался отлив, и тем самым мне было проще грести в направлении к морю. Начально был план добраться почти до сэндвича, но это было от полного отсутствия опыта передвижения на других, в принципе, на лодках, которые уйти и отдыхают. Ну, а что мне было там еще делать, если я не могла грести? Я просидела в этой лодке сколько? Два-три часа на жаре. Я не могу сказать, что мне очень понравился сам опыт сидения в лодке и ничего не делания. Мне кажется, это довольно скучное занятие. Было бы интереснее, если бы я могла грести. Но, наверное, не могла, потому что там было не очень легко грести. И поскольку, видите, было тяжело это делать, то, думаю, мне тоже было бы нелегко. Да, вот вы здесь видите, река, в принципе, судоходная, и куча различных лодок, вот каноэ с туристками, которые у меня уже, это были кадры моего одиночного путешествия по этому маршруту. Они меня легко обгоняют в курицу. Да, совершенно правильное замечание насчет лодки. Это, скажем так, полная дезинформация покупателя. Двухместная она на самом деле не является. Выделили для комфортного нахождения в лодке, и ноги должны находиться где-то на груди. Это чтобы мне и ей было комфортно там сидеть. Трехместная была в два раза дороже, поэтому я решил купить двухместную. А трехместная, между прочим, еще и имела две пары бюрсел. Поэтому ее получилось довольно-таки интересным следом. Интересное место, где заканчивается маршрут. Ну, в данном случае он закончился, а когда мы путешествовали вместе, мы там развернулись и отправились обратно. Это название имеет переправа старая. Сейчас там уже переправа, как же нет, мост. Вот, там много развлечений, для детей, площадка, аренда каноэ. И когда я уже подобирался, я собрал лодку в сумку и отправился обратно уже на автобусе. Ну, этим словом, это было прикольно. Природа, если ты помнишь, куча лебедей. Да, я помню. И там некоторые заводы ближе к Балдару. А еще я помню зрителей, которые на меня смотрели, на то, как я сижу в лодке. И не просто смотрели, а некоторые из них не сдерживались и отпускали в шутки. Ну да, но мне не очень было это все приятно. Потому что каждый из проезжающих мимо, как бы правильно было, и проходящих мимо, на лодке считал своим долгом отпустить какую-нибудь однообразную или одинаковую шутку. Поэтому... О том, что мужчины работают, а женщины отдыхают. Ну, ты не менее запомнилась, было интересно. Погода была замечательная, что бывает не так часто в Великобритании. Поэтому никаких сожалений, тем не менее, у нас не было спокойно. А для поездки я прав? Ну как? Я бы не хотела повторить такой опыт, честно. Мне кажется, что нужна трехместная лодка. Мне действительно было некомфортно сидеть в такой маленькой лодке. И это сложно, когда ты сидишь в ней три часа, ничего не делая, не двигаясь. Поэтому обязательно трехместная лодка нужна и нужны весла для всех. Да, я согласен, но со своей стороны могу рассказать, что было сложно для меня. Когда мы шли по течению, все было замечательно, никаких сложностей, наслаждались путешествием. Но обратно к тому, что было течение, добавилась проблема с ветром. То есть я боролся одновременно и с ветром, и с течением. Поэтому приходилось даже несколько раздор привалов, потому что силы были на исходе. И пару дней после этого путешествия у меня болели плечи, трицепсы. Но тем не менее, было круто. В наше совместное путешествие мы прошли 17 километров туда и обратно. Когда же я путешествовал один и имел в планах пройти 20 километров до сэндвича и вернуться на автобусе, я смог пройти лишь в осень. И пришлось остановиться вот в этом ночевом месте, там Марина, собраться, сесть на автобус и вернуться домой. Последний раз я воспользовался своей лодкой где-то в сентябре 16-го года. Тогда я направился по маршруту в центральном Кентербере. Он начинался от мельницы и заканчивался чуть дальше Хай-стрит за мостом. Здесь вы видите начало маршрута. Справа находится Марлова Тиета. За наше пребывание временем в Кентербере я там не разу не был. А ты была? Нет, я только снаружи видела его. Да, ну, для современного Кентербере это театр, место проведения всех мероприятий культурных. Здесь мы приближаемся к центру города. Слева и справа находятся рестораны различные, кафешки, также частные дома. Я выбрал специальное время, когда гондолеры еще не вышли на работу. Я уточнил, что они начинают с 10 утра. И предварительно, по-моему, часов в 8 я уже был на месте и начал готовить лодку. Как вы видите, справа они уже готовят свои лодки для того, чтобы они сейчас скоро работают. Здесь очень красивые дома. Опять же, справа кафе. Здесь река, кажется, два рукава имеет. И я не пошел туда, потому что там не судоходное. Вот мы приближаемся к мосту, который является частью High Street, главной торговой улицы города. Проехала машина. По утрам они там ездят для того, чтобы подвезти товары и различные хозяйственные нужды выполняют. Это демонстрирует начало вот самой дальней точки, куда я добрался, за High Street. Место очень уединенное, так как слева находится частный парк. Там нет возможности оказаться, если не жилец этого дома, или, может, нет частного сада. Справа частные дома. О каком парке ты говоришь? В одном из парков в Кентербери, если мы посмотрели бы с тобой карты, я бы мог тебе показать, но трудно примерное расположение объяснить. Но тем не менее, ни слева, ни справа, как ты видишь, нет ни туристов, невозможности, принципы подойти к воде. Здесь, насколько я понимаю, только можно на частной лодке, как ты видишь, это слева одна припаркованная, либо на туристической гондоле. А впереди тот самый мост под High Street. Если не ошибаюсь, там находится госпиталь, какой-то исторический, 14-13 века, непосредственно над мостом, он расположен в здании. Очень низкий, конечно, свод этого моста, и, приходя под ним, вы увидите, я даже уже не грибу, а просто перебираю от балки к балке и двигаюсь дальше. Очень интересно, на самом деле, получилось, и, наверное, самое такое, с впечатлениями путешествия на лодке, по этому маршруту. Под мостом куча голубей живет. В целом, на самом деле, такое место не для большинства туристов, получилась такая уникальная прогулка. Жалко, что Ир, конечно, не было со мной. И, на самом деле, благодаря покупке GoPro получилось это запечатлеть, потому что я до последнего не решался брать с собой зеркалку, потому что, мало ли что, это все-таки надувная лодка с одной камерой, и, мало ли, окунуть ее слишком бы дорогое путешествие вышло. Вы видите уже оживление на лодках, скоро они отправятся, и под самый конец путешествия реки они меня догонят вместе с туристами, и, конечно, туристы будут очень живо реагировать на такого туристного лодки. Ну, что можно сказать? В принципе, опыт и четыре поездки на этой лодке были сплошь положительными. Ира может добавить о своих впечатлениях? У меня был единственный комментарий, что вот эта двухместная лодка маленькая для двух людей, и это действительно меняет впечатление от поездки. Но, в целом, конечно же, это интересно, потому что я никогда не была в этих местах, а посмотреть на Кентерберри совершенно с другой стороны, это какой-то новый опыт. Да, согласен. И я бы сказал, что, когда ты находишься на реке, как сейчас, например, в Углестере, то невольно возникают мысли, они попробуют ли снова. Но в этот раз, конечно, надо уже сделать выводы из предыдущих ошибок, в частности, покупать для двух человек трехместных. Как вы видите, путешествие почти заканчивается, там буквально немножко остается, я уже напереду на нормальную скорость проигрывания, вы можете услышать звуки Кентерберри, птички, мои вёслы окружаются и поднимаются в воду. И самое интересное, что я избавился этой лодки, почти не потеряв в деньгах. Она отправилась, если интересно, кому-то в Нью-Кассел и была дополнена комплектом из двух спортивных жилетов. Спасибо за внимание, надеюсь, что это было интересно, так же, как в свое время мне и Ире. Пока! До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok